Всем привет, это продолжение моего ФФА сериала на десятерых в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то перейдите к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Я не отдерейте value of military knowledge, к юнитам кавалерии. Американцы чуть выше американцы, они не потеряли. Я не отдерейте value of military knowledge, но если мы не потеряли, они не потеряли. Все, да. Уй, блин. Ах. Ну вот и пошла война. Но я все равно балдею от места, которые у... Американцев? У немцев? Да, это просто какой-то... 270, 180. Как-то еще не значит. Я еще не встретил ее. А какой мне смысл принимать такое предложение? Стоп конгами я не быстро снес. Ну, нет, без разницы в принципе. Он, да. Мы там очень далеко. Мы соседи. Мы на Бататукамунде на Талетанзамбе. Не знаю. И на Сундиках. Ну блин, заканчиваясь. Между нами тает лед. Да конга? Так, мне 80 золота надо. Кто-нибудь может дать? Меня нету. Я даже не знаю. Ну, не нашел вас. Я бы... Может, ты помог. Вот. Греция, Бразилия, Америка или Русский. Давайте полтаймеру. Япония просит, да? Да. Жертва агрессивная. Забирай. Спасибо. Дружбу давай с тобой подпишем. Ой, так. Там еще продолжение. Мне главное нравится, когда пишут, что они вынуждены объявить войну. Не хотят, но вынуждены. Ну, нормально. Эти... Эти импи... Двое импи за два хода, ну да, вместе с генералом. Ну, естественно. А генерал-то сейчас упадешь на выступать. Тут уж по времени. Так. Они причем имеют плюс 10 защиту от лучников сразу изначально. Да. И еще и через джунгли. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Все в мою пользу. Все в пользу, да, да, да. Так. То есть, видите, я засоюзил ГГшку и провел мобилизацию в ней сразу. Я единственное, что вступил в монумент, купил не всех прав. Он у нас тут 6 прав, и сразу везде напасть. А я купил он поехал. И лошадей не могу дотянуться никак. Так, а насколько ходов в мою пользу есть момент мобилизации на 14 ходов? Так, а древние стены купить можно, нет, нельзя. А где? 20 секунд до конца отеля. На самом деле, мы в Бразилию впору назад Чили, блин. Там помпиру слева или Чили тоже. Не заканчивается. А, то есть, получается, ты Чили, ты Перу, я Чили. Наоборот, я Чили. Чили-то вытянут по континенту вдоль побережья. И как раз город справа. Они оба вытянуты, по-моему, Чили просто южнее находятся. Сандра, ну ты подгоняешь всех, а потом ходишь последний. В смысле, подгоняю всех и хожу? Так я вот только один ход задержался. Что ты меня это? Все. Держался же, да. Ну все, ладно, окей. Извините. 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 Встав atom onto melee. Это военные атташе. Так, Димка, ты благовония там хотел? А, ты ж ничего не предлагал за них, черт. Да, я хотел. Кто хочет благовония? Хочу, но не могу ничего предложить взамен. Вот, видишь, такие же люди. Грек, выращи подружески, пожалуйста. Грэй. Давай благовония в обмен на вино. Так, амбар. Как и дальше сделал? Нет, друг, ну, я нахожусь. Я хотел за дружбу, слышу, давай не будем нарушать наши слова. Давай как-то задолжайся. Ты мне предложил дружбу за лошадей изначально по уголу. У меня лошадей нет, я подниму с тобой дружбу пинул, баш. Окей. Кто там нарушает свои слова? Ну, ты же помнишь дальнейшее слово? Ты против него не будешь их использовать. Да, я их не использую для тех, кто в ней. Я пойду, алексей, и выливаю, естественно. То есть ты ему еще и лошадей даешь? Ну, это дружба была договора. Мы договорились. А смысл тебе, вот зачем ты это, Арчи, делаешь, чтобы у тебя Конго был под боком усиленный? Да, чисто для этого. Вместо того, чтобы вдвоем на него напасть с двух сторон, ты наоборот даешь ему возможность напасть. Ну, так ты зачем ему дружбу дал изначально? Ну, я видел его генерала, я не хотел с ним бояться. Я тебя вообще в тот момент не видел, когда с ним дружба. Ну, так спросить же можно, кто где находится, узнать. Вот и узнали. Развязал человеку руки, у него всего три города было, можно было забрать. Три города было, потому что я строил армию. Да, тут, конечно, печалька. Отлично! Сuleи- Девушки- Су. 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 Ах! Блин, надо было сейчас стены тут построить, а потом военный лагерь. Сейчас может сюда встать и разграбить его. Купер, с кем воюет? Да ни с кем я не воюю. С Сабоной. Да я вижу, что тут побитые такие разведчики. Да я случайно мискликнул на Торонтия, короче, объявил войну тупую. На Лиссабон хотел квест скинуть, ни с кем я не воюю. Блин, не успел сюда встать. Найс. Беспондовой земли на карте Урис. Беспондовой земли на карте Урис. Миха. Миха на трейд? Миха на трейдер. Почему Миха? Я на сахар могу пожарить. Ну, я как бы предлагаю, кто-нибудь там. Мне без разницы на что менять. В Бразилии, если что, и там стены строят для Эврики. Да, хорошо. Ого, русский уже две построил. Чего две? Обсерватория, Академия. Обсерватории. Да не, он тупо купил библу за веру, что-то. Какой кампус второй? У него же языкское образование. Да, он библу купил. Ага. Язычник. Либо вообще, не знаю, как раз три клетки не вижу. Мог вообще поставить карточку. Хотя, зачем, не знаю. Это столь на три до сих пор. Это боль. То же самое. В столь на семь производства. Вы сейчас сказали то же самое. У меня же тепло стало. Что у тебя еще плохо, чтобы я тоже мог тебя подогреть, так сказать? Русский, кстати, мне уже православие разносит. Это... Я не знаю, зачем он это делает. Да, зачем? Может, деньги получаете? Нет. Нет. Там строят ваты и покупает языковое образование. Ванили, кстати, классно брать вот это паломничество на плюс два за чужие города. Он, наверное, будет укреплять мое что-то. Ну, если тебе изначально много веры, то да. Паломничество, потом крестовый поход это вообще круто. Круто-круто-круто. Так. А полянки никто брать не будет? Если никто не будет брать, я возьму. Это его даже не встретил. Ну, если будет ее там делить как-то, я могу поучаствовать. Я думаю, что постол туда можно просто кидать. Ванили как-то все ГГшки быстро разбираются. Да. А рядом с персом только немец, получается, еще кто-то есть? Ну, там выше еще есть австралиец. Австралиец, немец, Ереван. Да. То есть в перси то, что место... Оверт, нафига. Места нету. Места нету. Места нету. Так, а удовольстви у кого-нибудь лишнее есть? Нету. Нету. Кто-то там Благовоний предлагал. Кстати, а тут эта фишка работает? Ставить жителей на еду и заложить на производство. Как пятерки. Чтобы в приросте халявная промка была. Нет. Все равно переливается, если там излишек. Нет, излишек переливается, да. Так, мы говорим не об излишке. Тут смысл в том, что в пятерке житель появлялся в конце хода. Таким образом, ты получал лишние молотки. Тупая механика, на самом деле. Дрог, дай прогуляться. Пойду направо туда. Кстати, Грей, а можно проход тоже? Ну, все равно все. Да. Спасибо. Блин, слушай русский. Ну, так твои еще и тут миссионеры мешают. Ну, что вы как это? Чего вы лезете постоянно? Спасибо. Одни со скаутами, этот с миссионерами. Потом обратишь города. Кстати, русских тебе потом будет проще даже обращать, когда они упадут. Они меньше будут по размеру. Ну, я думаю, ему и сейчас не сложно. Не сложно. Как бы города два-три там. Там города два-три еще. Очень сложно обратить. Сандра, а ты дашь австралийцу своему соседу через немцев открытой границы? Да, конечно. Я миролюбивый, нормальный, меняемый сосед. Очень приятно, что ты жалко, что ты не мой сосед. Вот прям вообще. Ну, Конго, скажи, когда ты зайдешь, я не буду тут пока ничего делать. Да все, ходи зашел. Да, война растянется, конечно. Ну, так может, отдашь фукулаку и мир? Нет, почему? Я все равно рано или поздно войска Песлова перебью. Сейчас всадники подлетят. Сначала обстрелять. Как я обожаю эти кампусы на плюс ноль строить. Австралия классно, плюс пять, плюс шесть. На второле вообще классно. Так, счастье там ни у кого не появилось, дать мне. На следующий ход могу тебе соль дать. На следующий ход могу тебе соль дать. Соль, Кира великий. Посмотри предложение. Тут австралиец. Бразилия, а ты не принял предложение или, смотри, уже ход закончил? А какое предложение? А, сейчас. Я просто сделал декларацию дружной. Ну да. Принял, принял. А рядом с перцем кто-нибудь есть? Только Германия. Все, да? Так, у кого все ходите? Я пойду бы хоть прикурил. Да. Ну попал-то немец. Так, не фига мне теологию открывать. Сандро, намерно с тобой жить? Мародерство, производство военных лагерей и зданий. Нет, тут обороноспособности. Давайте сюда пойдем. До танков. Там немцы столько промок, что танки сможет строить сразу армию без проблем. Ой, ни у кого не повисло сейчас, а отвисло. У перца уже городов, прям до жопы. Сколько, например? Семь. Семь городов. Семь? Ну, я на один обогнал его. Да. Классно, а вот мне, блин, 4 и больше не получится. Там вот пятый. Че, у него места так много? Да. Ход-то бесконечный, ходи мне. Сандро. Сандро. Ты перц, да? Он перц. Подписывайся. Подписывайся. Возьми мирки. Нет. По Napолете. Возьми ярмоз. Ходность перевернута. Отлично. Помощайте низкими. Это лечерали им, центр veut каж Yeммана. да он периодически подвисает нажимается за лёша город перезабрал я тогда просто до города эти уничтожен потому что они бесполезны потом свои нет я против зачем ты мне об этом рассказывать ты знаешь это такой типа хары отбивать города я их раз ты раз ты их отбиваешь я их уничтожу понял и все пожалуйста не отбивай мне города так нет их отбивай ну ты зачем просто мешаешь там жители понимаешь а как по-твоему надо делать а что делать с армией надо воевать короче короче эта игра обычно и здесь не все равно как ты играешь как я ты игра спасибо что объяснил не познагласий каких-то или 40 не хочу давай поругаемся и потом и и ручку сделаем суши ну ты на меня напал забираю и ты утверждаешь что я я не могу и понимаю почему вам бы не замерить на 1 упорочку его упороты нету если нет и послушай человека он забирает мои города и говорит что я упороты американец слушай ты не против если я смотри за зензибар вот там то что ты говорил за горами там тупо джунгли ресурсов там нет там только два банана поставлю город один зензибар он раз два три 4 5 6 7 8 лет мой блин вот американец димка это а и и и и и хочу чтобы лошадь тут появилась пошел лак странно я никакой город сейчас не забирал у нас вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орчат, у тебя скоро дружба кончится с Конго? Ты там не хочешь на него напасть? Да не скоро, наверное. Еще ходов 15 точно. Да и нападать ты не собираешься, да? Да у меня все хорошо. Вот искренне, искренне хочу тебе сказать, что я искренне жалею, что у тебя все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, два соседа, три соседа, которые воюют. Я бы сказал, что в Америке до Польши идти далеко. Арчи не мой сосед. Это он сосед Конго. Не, ну я такой же сосед, как и Конго твой. Мой. Сбок от твоя. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, ты сосед Конго сбоку. А ты снизу. 6 километров. Ну, ну. Но не для меня сбоку. Ну, хе, не для него снизу тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну я не знаю, Камикадзе, мне кажется, тут уже сложновато тебе будет. Я что же, я что же армию устрою? Ну что, через семь ходов обратно Преслову уйдут лучники. Отлично. Ну, а что, они тебе что-то давали? Дуболомы, два конника. Ну, к этому моменту у меня уже куча конников будет. Ну, давай еще хотя бы ходов пять. И все. Ты же не против? Нет, против. Чему? Ну, ты спрашиваешь, я отвечаю. Отступитесь от своих амбиций, заключите мир. Сейчас мы заключим, не переживай. Сейчас маленько, подожди, посмотрю, что такое. Кину ему мирец, а он подтвердит, то окей не подтвердит. Не, интересная задумка с прессом. Нафига там армию пришло, конечно. Ну, так военный же город. Я, собственно, с самого начала и кидал в него именно послов. Ну, как? Единственное, я, честно говоря, не ожидал, что там будет аж 270 денег стоить. Поэтому мне вот скинули 80 монет. Да, Леша. Что? Нет, я хотел купить армию, но я не думал, что она будет так дорого стоить. Так тебе только 80 монет скинули, да? А сколько? 90? Я просто уже не помню. 78 монеты тебе сбросил. И, кстати, мне скоро понадобится обратно. Я тебе 100 голды дал, это не считается, да? Так я, в общем-то, про тебя и говорю, вообще-то. Ага, а то есть, я американец тебе ничего не давал, да? Американец. Подожди, кто мне 17 монет дал? Бразилийца 78. Я 8 не дешел. Хорош, парни. Я с кем боюю вообще? Нет, мне почему-то кажется, это просто сейчас каждый этот троллер, троллинг. Каждый тебе сказал, что он мне что-то скинул. Ну, потому что мне скидывал, по-моему, два человека. Мне скидывал Арчи и кто-то еще там 17 или 18 монет скинул. Я 80 монет дал. Я тебе тоже бразилийц сбросил, ты меня забрал. 78 монет. Вы, вы... Нет, подожди, на чем с тобой? Вы вообще уверены, что вы мне скидывали? Вы уверены? Японца. И мы с тобой дружим после этого заключили. Угу. Полна армия. Ребята, хорош, ты всем миром повоевал, так? С каким ты всем миром повоевал? Не, мы клиноканцы, но мне точно не выгодно было, чтобы ты там быстро забирал. Ну, я его теперь могу и не забрать уже. Я не против, конечно. Пять ходов, как бы, еще подожду. 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 Так, а что мне Преслов даёт? Ваша лёгкая и тяжёлая кавалерия получает плюс 5 боевой мощи на холмах. А, слушайте, так тут Преслов ещё и бонус кавалерии даёт. Ну да. Что-то я вообще... Это я проспал. Это, кстати, сильно. Есть вино на трейд. Неплохо больше по науке идёт. Камикадзе, там Польша идёт по науке. А мы тут воюем. Я тебе лошадь могу поменять. 37 в класс. Димка, слышал? Да, и чё? Габи на свинок устраивает. А, да. Я, кстати, сахар появился. Да. Ну, конечно. А у тебя они одни. Господа, в времени тут рабочий стоит. У меня сейчас будет второй, небось. Второй. Ну да, давай, да, сейчас кидаю. Так, тут пускай лучше построиться всё-таки. У нас же война. В принципе, нормально. Три минуты. Ну да, у меня 8 городов, Канюля. Не просто так. Да, тяжёлое начало партии. А чё, валетту забирают, да? Кто-то будет брать уголку до сюда, валетту захватывать? Так, этих можно отводить. Валетту никто не будет захватывать. Ну, это которые не мои. Они всё равно уйдут пресс-славу. Поэтому нет смысла. Нет, ну это надо признать было жёстко. Нифига, с фонтуре покупаешь пресс-славу. Даже свою армию можно было не строить. Конечно, жесть. То есть, забрать генерала, строить тупо армию тремя городами и напасть это не жесть. Это так. По-нежному. Если бы были бы садники, я бы смел получился. Либо если бы тебе не дали деньги, ты тоже упал бы очень быстро. С двумя войнами я бы всё уронил бы здесь. Ну, это ж ФФА. Тут надо поныть. Никому не выгодно, чтобы кто-то кого-то так радо забирал, естественно. Слава богу. Просто, конечно, это странно. В три города идти выпадет. Вообще-то в два города, в третий город и потом поставим. Я откровенно проспал просто твоих эти... Блин, как они называются тут шестёрки? Они же не импи, а как они называются? Какая разница? Обычные мечники из генерала. Нет, я просто забыл, что они через джунгли. У них бонус на джунгли. В джунгли между мной и тобой одна клетка всего. Да, но ты именно пришёл ими. У тебя, ну, считай, дополнительно два-три хода ты сэкономил. Как минимум. Я же нападал не со столицы там, а из другого города. Всего одна клетка джунглей. То есть, один ход. Какая одна клетка? Одна клетка джунглей — это одна клетка прохода. А ты же шёл несколько, ты вот шёл прям тремя вперёд. Понимаешь, о чём? Здесь болото и джунгли. Да, я тут. Я же сказал, Сандрай промахнулся. Искал ресурсы, у кого-то есть. Ну, опять подвисло. Да, какие-то подвисания периодически у игры. Граль, дашь пройти? Да, иди. Мне жалко. Так, ну теперь я понимаю, ждём рыцарей и ждём арчи. Осталось только вот это. Рыцарей я не люблю. Так, Алла, так Алла. А ты не хочешь вот этим нашими армиями напасть на него, нет? У тебя нету желания? Камикадзе. Давай. Да-то я помогаю с друзьями. А почему, собственно говоря, нет? Ну, у меня с ним лишь дружба стоит, я же на тебя пока. Ну, а я один не буду. Ты пока развивайся, Олег, ты пока развиваешься. Спасибо, спасибо. Ты даже тоже со мной дружба, успокойся. Да, пока не надо. Ну, она закончится примерно в то же время, что и из Конго. Нет, там 10 хатов разницы точно. К этому моменту кава. 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 Слушай, ну вот ты нападал для чего? Я бы тебя забрал бы, если тебе не дали денег всем миром, Лёш. С тремя, двумя бойными, потом еще два подам подходят. Ну, окей, ты бы сейчас забрал, а там человек какой-то уже улетает. Такая я бы, когда-то не улетел бы, у тебя вон рынки стояли уже. Правильно. О чем ты говоришь? Это просто я... Один рынок стоит? Да ты с одним рынком бы улетел, да. Два рынка плюс гипс, которого... Один один рынок. Не надо, два рынка это я сейчас построю. Он был в строительстве у тебя. Ты не надо, ты что-то скажешь, как я же... Ну да, поставил, чтобы поменьше тратить производство. Invincibility lies in the defense. Плюс раз, два, ты что-то витрируешься в витрии в витрии в витрии. Так, давайте уберем... А, тут строители остались. В начале игры. Так, содержание поставим. А тут строители пускай пока делаются. Колизей. Классный фил. Кто его построил, если не секрет? Ну кто построит? На кучу городов, кстати. На четыре, на пять даже. На четыре это на кучу. На пять. Камиказа, так ты агрессивно в мою сторону настроен, да? Уже нет, Артюк, все, успокойся. Иди куда-нибудь в Бразиль. Камиказа, дружбу прийми, пожалуйста. Да, ну все равно у меня все плохо. С пятью городами. Канди захватывать нету смысла. Может, тут еще... А что там у русского за... А кто-нибудь еще религию... Блин, я бы вот основал тоже религию вторым, если бы русский так близко не был. У меня нету камня. Так, а теперь слышно меня, да? Да. А то я сижу, разговариваю, думаю, что-то со мной никто не хочет общаться. А меня не слышно даже. Ну ладно. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну ладно. Так, три рудника постройте. Так, я сейчас построю, давайте что-нибудь другое открывать. Сар, великий, не поможешь ищем пострелять? Пожалуйста. Конго, так у тебя одно, да, я чуть не это... Я думаю, что это странное предложение. Да, я думал, у тебя там есть, поэтому и кинул. Нет, так нет. Не хочешь дружить, не надо. Может пирамиды построить, чего-то? Да все понятно стало. Давайте пирамиды построить. Что мне этот рабочий сдался? Переименовать этот город. Да, ты любишь это делать? Да. А в Сидзуоке, кстати, в Петро нужна. Немец, это австралиец. Там дружба у нас есть. Дикломатина. Какая дружба? Ну, это договор о дружбе. Дикломатина, смотри. Я не готов. Красивым иксовый камикадзе лидируем по науке. Да нормально все, спокойно. А, Перси, скажи, пожалуйста, ты можешь помочь в Австралии в случае нападения на меня немца? А у нас друг? Я дружу с Германией. А если дружбы не будут, ты впишешься? Не знаю. Посорить еще что-то. У немца такие места сам видишь. Потом Ганзи. У местных места у него шикарные. Просто... Перса много городов, он домики хорошо строит, да? Ну, давайте за Перса будет сам решать, что ему делать. А вообще, как бы, жизнь покажет. Потому что... Друзья сейчас, враги, потом... С нимец дружбу подписывать не хочет. С тобой? Да, и армию потихоньку строить. Я армию строю, да? Серьезно, у меня 100 армии. Ну да, это что-то такое себе. Ну, строишь же потихоньку. Ну, потихоньку же. Неспешно. Это еще неспешно. Я такие вещи на смартфон бросаю, каждый подсмотрю. Нет, просто вдруг там грех захочет на тебя напасть. А, ну, ну что. Приходите быстрее тогда. Может, еще одну секунду. Вот до кала сидеть как-то. В бразилиица, что это за лучники стоят? Куда в них стоит? Они просто стоят. Они правда просто стоят. Ну, в общем, перс. Если захочешь, я тебе помогу забрать все города немцев. А у поляка тоже стоят. Я уже еще чем-нибудь. Прямо все города немца заберешь. Я ему отдам все города, кроме Кельна. Если получится, у нас, конечно, что-то. А зачем? Что это за? А вот так. А немец это кто? Сандро или Джек? Джек. То есть как-то с самого начала игра у Джека сегодня не задалась, да? Все его гнобят. Почему все его гнобят? Джек, ты тут? Гнобиста просто шикарные. Вы просто не видите то, что у него. Были просто так, что два игрока решили мне войну объявить, да? Тебе никто не объявил ничего вообще-то. Да, вообще. Джек, ты, по-моему, запутался в хронологии событий. Я предложил тебе дружбу, ты отказался. И я начал себя пытаться обезопасить как-то. То есть какой был? С версия. Ты путаешь? Я тебе говорил, давай дружбу. Ты сказал, нет, подожди, я город поставлю. У нас была с тобой дружба, она сейчас кончилась. Я тебе предложил ее продлевать. Ты сейчас отказался. А что ты получил дружбу? Дружбу. Ты в друзьях, добро, добро. А вот железо, господи. Не, не знаю. Блин, корыстный. А как я... Ты мне дай что-то, допустим, что... Как я ты железо проспал. Все, окей. Я как бы не агрессирую на тебя, но чтобы заключить дружбу, надо какой-то плюс это получать. Я тебе взяток давать не буду. Надо кампус построить, чтобы ускорить математику. Такие дипломатом сидят здесь, я вообще их гею. Да. Причем вот с самого начала игры было. Типа, я тебе ничего не дам, но принимай. Да, как-то не договориться с вами, действительно. Не, я помню, мы прозавчера играли, там была фраза такая. Ты либо на меня нападай, либо давай деньги. Вот это шантаж. Вот это супер. Нападай на меня, либо деньги давай, я не знаю. Надо для вооружения взять. Класс. Кмикадзе, ты либо нападай, либо денег дай. Я не знаю, что ты там сидишь с краю карты. О, персер. Так, я только Джека не нашел. А мне же австралийца. Я не знаю, где австралийца. Мне же грека. Я не знаю, где грек. Я знаю только Конго, где Польша и Россия. Ну, правда, мы с тобой соседей. Твои. Меня это не так радует, как тебя, не знаю, почему. Басаргады какие нетипичные для Персии. Что, там все хорошо? В нормальном месте. На самом деле, я появился на две клетки ниже, справа. Ого. Типичные, да? Прямо в тундре, что ли? Да. Вот на берегу, ну вот в лесах возле Фиши. В лесах 1-2, где справа от рыбы? Да, да, да. Вот старший был кал. Один ход всего шел оттуда, нормальная миссия. Да, да, да. Я к тому, что все равно, я был, получается, вот в тундре. В тундре зарезал персов. Ну, обычно они там и появляются. Ну, не обязательно в тундре, но в очень плохих местах. Я считал, что обычно появляются Перси в пустынных местах. В пустынях. Не, вот ни разу не был в пустыне за Перси. Ну, короче, я решил оттуда валить, потому что это не вариант. Так, следующим ходом переключим. Математика, все, идиализм. Так, что мы тут еще можем? Железный рудник. Польша, может, откроешь границы, ты у них тут? Железный рудник. Польша? Надо будет построить, и мы ускорим. Это заключенный, короче, блядь. Это иммигранты не заключенный. Да, иммигранты, да, да. Это русский разведчик в Польше, так что. И водяную мельницу надо в киоте будет. А все время у Польши 50 науки. Нормально, Россия с Польшей. У Польши, по-моему, там всю игру с наукой все хорошо, да? Арчи решил спокойно его. А кто за Польшу вообще катает? Арчи. Причем Арчи идет в какую-то теху дальнюю, потому что у него отрыва нет по технологиям. Ну, в кого он идет? В кого? Арчи еще и не воюет, да? Ну, это Калос. Сейчас, подожди. Димка, спасибо. Да, не за что. Пас. Рост. Отлично. Так, 6, 5, а так, 3, 6. Кому-нибудь шелок нужен. Кто это говорит? Это Россия. Говорит. А я тебе не пошел. Это кто? Это твой друг Перс. Он тебе скинул сделку, посмотри. Русский от японца вниз налево какие? Дело в том, что я дошел только до Великой земли к Конголесской. Мне лишь поздно я уже поменял. А, вот теперь вижу японца. Да, 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 Перекол, согласен. Там я между Америкой и Панией. Дужба объединяет наш народ. Вот, человек ничего не просит. Германия. Толстук Австралия. Слушай, я там лазаю около полянут. Я австралиец. А карта такая, какая-то дебильная, да, немножечко? Не, нормально. Залегчик. Мне кажется, что буквально на одной стороне и четверо где-то на другой. С горами страны. Тут просто посередине карты эти года. Классно, они там какие-то горы. Слушай, Перекол, а вот слева и вверх у тебя там океан или что-то есть? Да, там что-нибудь. Ага, понял. То есть Перешейк такой. Да, вот это вот Перешейк между мной и Конг. Вообще тут как-то не очень. Вот между Конгол, действительно, и Перекол, просто пустое место. Ну, а ну, видишь, тут река была бы какая-нибудь сейчас. Да, 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 тогда бы город вы могли бы пошлить. Ну, не плохие будут такие прям. Но придется. Тут акты ресурсы есть. Слушайте, а кто... Я помню, это войну не чекала. Подождите, а кто мне соль давал? Грек, Грек. Грек, так давай я тебе, собственно, ресурсы и дам тогда. Так как будет обмен, получается? Ну, я-то точно не против. А вот как вы думаете, стоит ли выпиливать лес у реки? Нет. Вне зависимости от города. Да, если у тебя с промкой в городе беда, то не выпиливай. А веса на линобке? Да. Ух, блин, а мне оказывается, на месте столь не такие хорошие места были. Кто бы знал. Русские не поддерживают, да? Это, наверное, лучше золото от торговых путей поставил. Русские тексты не поддерживаются? Не врать, поддерживаются. Ну, чуть больше, на 60-х. Американец, вот я, австралийца, возле поленок нахожусь. Знаешь, что ты в город? Брек, конечно, знаю. Как карты с тебя добраться? Иди налево, упрёшься в горы, по ним вниз. Помил. Димка, нахренец, я смотрю у поленки слева город в джунглях поставлю. В принципе, чертайв без проблем. Я буду селиться по своей тундровой, континентальной территории. Господи, Сантр, у тебя еще и слева там немерено место. Ты прям от земельный магнат. У кого немерено место? Каникан, за что это за садку собаку? Может, мне тут на берегу поставить город? Да, всадник Арчи. Я пламя на берегу поставлю, слушай. Чтобы тем более открытые границы, почему бы. Вроде ничего такой. А почему, собственно, и нет? Хотя бы одна причина, почему, сука, и нет. Грэви, а ты там как, смотри, я займусь по городу, ну, вот этими места, которые, ну, перешейк между нами, или как, или ты на нем что-то планируешь делать? Ну, я поставлю города, но мы тут, думаю, мы вместе тут поместимся. А ты мельку мою видишь под Вашингтоном? Ребят, не ставьте там города. Там я планирую ядерный полигон. Лучше не ставить. Какие полигоны, я бы повторял, 20 науки, блин. Ядерный полигон. А что у Бразилии так мало науки? Не повезло с джунглями? С джунглями повезло. Не повезло с тем, что нужно... Городов нету. Городов нету. У всех мало, кроме Арчи. Арчи, он, видишь, там в одиночестве сидит. Нет, там у Бразилии все хорошо. Там и гор дофига, и их джунгля дофига. Но места нету, в общем, проблем. Там постулы крести... О, полководец. Подлагивает. У вас не подлагивает? Ну, сейчас подлагивает. Подлагивает. Моментами. А, вон. Подлагал. Может, это не связано с фарварами тогда? Да вообще, это фарварами связано с переход хода. Ну, вот лично у меня, когда советчик ходит, жму, там задержка. Вот идет уже секунд пять. Перст, разреши пройти. Раз, два, три, четыре. Пять. Сейчас еще. А кому разрешить вообще? Что хотели? Бразилии пройти, посмотреть, где там немец и прочее. Бразилии? Перст? Слушай, Алексей, кто там кайф? Не то. Грек, грек, грек. Я не услышал. Мне кто-то что-то говорил сейчас, да? Да, Канди, кому-то кто-то Канди войну, смотри, объявляет. Так-то это у тебя. Я так понимаю, нам с японцем этой партии надо держаться вместе? Нет, Димка объявил войну GS. То есть, кто-то объявил войну русскому, я так понимаю. А Канди был союзником русского. Поэтому и такое дело. Нет, Канди тут никто не будет забирать. Канди такой говняный город, что он никому нафиг не нужен, да? Там не жрачки нету. Не, Промка, конечно, есть, но жрачки нет. Камикадзе, где ты там города будешь ставить? Давай, вот я за тебе метки пока. Да, надо вот тут город поставить. Не прям уже супер, но хоть что-то. Хоть что-то. Вот два города, и, может, я оленей четвертым там еще радиусом поставлю. Ну, это далеко от тебя, у тебя там тоже есть. Ну, сейчас я тебе поставлю эту метку тоже. Просто у меня некуда, понимаешь, у меня тут Арчи и Алексей. Да, мне тоже некуда. Надо мной тундра, шесть клеток и пять клеток снегов. Мне только на этот перешей, кстати. Я же во всеуслышание говорил, дайте мне люкс. И он сам сказал, вот тебе люкс. Все, в открытую было. Давай спокойно заселим это. Там даже если где-то столкнемся, ничего страшного. Мне просто надо расселиться сейчас. Сейчас по столу. Три, четыре, пять собрать. Ну, смотри, я тебе две метки поставил. Где-то еще будет еще один город, потому что поселенцы бежит уже три здесь. А уже бежут. Ну, пусть бегут, давай. Пусть бегут, неуклюже. А теперь музыкальная пауза, да? Да, да. Это что-то как-то скучно сидим. В compound все весело было. вот он уже арбалет универа строится так там никакие крышки не хотят чит из киота отправил фигаси там америку сами я бы не сказал что-то большая армия на самом деле вот на самом деле смотреть на науку это как развивается поляк и его количество войск вам надо иметь хорошую армию слушай камикадзе смотри я могу лишь четыре мечника о чем это может четыре лошади полагает города наверно так у меня есть два мрамора если у кого-то и а нет уже нету извиняюсь забыл что я вот он свежий на одном континенте забыл что отдал засмотрение я могу либо ближе к алмазам либо туда коленем в правую часть поставить как алмазом я думал моей территории алмазов середина пишу ложки вот давай так делаешь лошадей на лошадях стоят лошади да и я вижу не будем делить я могу либо вправо поставить вот видишь где справа у меня метро да и там на три клетки ниже ее но туда коленем соответственно я сам не могу не давай поделим либо тебе внешнюю сторону моря эту либо внутреннюю ладно крайставишь как не господи что там делить там территории крендец япония на у тебя долго еще будет союз с русским я не помню но я заключил с ним союз примерно через ходов пять как с конга стал воевать мне тул это далековато что далековато тула причем тут тула но я его забираю серьезно его слишком ну да русский а русский а чё ты молчишь а чё мне говорить кричать надо гореть ребята обижают меня нет я говорю что надо забирать русскую пока не конечно я кстати поддержу вот этот демократический порыв америки такие хорошие города с точки зрения тундры там и чудеса и города шикарные с точки зрения завоевания там хорошие города да там и кампусы библиотеками уже стоят как бы хороший вариант играйте в умные игры на этом пока все продолжение надеюсь завтра спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тос кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры